Как идет ремонт дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды, проверили чебоксарские депутаты. Вместе с ними по дворам прошлась и Ольга Пырочкина. Мы часто рассказываем вам, уважаемые телезрители, про тот или иной двор, в котором началась реализация программы формирования комфортной городской среды. Но на примере именно этого двора по улице Хевежская мы можем показать, как продвигается эта программа. Мы были здесь в конце августа и тогда вот только устанавливали бордюры. Сейчас вы видите, что уже готов тротуар и идет ремонт проезжей части. Здесь также формируется парковка. Представитель компании подрядчиков, который занимается дорогами, обещает уложиться раньше срока. Срок сдачи у нас, сейчас скажу, я по-моему 30 октября давал график производства работ, но планирую в сентябре закончить этот двор. Такая ситуация, увы, не везде. У нас довольно-таки большое финансирование на данный год, но есть такое нехорошее для нас ощущение, что многие подрядчики не успевают выполнить свою работу в те сроки, которые они должны быть выполнены. Есть дворы по городу, где на сегодняшний день даже еще и не начинались работы. Хотя двор по Хивежской к проблемным не относится, уже из окна машины народные избранники обнаруживают недочет. Во время дорожных работ портится газон. На тему его восстановления депутаты обещают поговорить с подрядчиками. В следующей точке маршрута во дворе дома по Эльгера-13 для недовольства нашелся более весомый повод, чем просто испорченный газон. Здесь предполагается сквер Ахазово. Люди его сами так назвали. Такого названия раньше не было. Это была просто придомовая территория. В этом году мы заложили средства для того, чтобы здесь провести, проложить дорожки, обустроить, освещение сделать. Но сегодня мы сейчас столкнулись с тем, что поросель, оказывается, никто не убирает. В бюджете проектировщики не заложили это всего. Кроме всего прочего, работы здесь, мы видим, вообще пока не ведутся. Что с этим делать мы будем? Ну, сейчас мы выехали комиссионно, будем с этим разбираться. Как выяснилось, подрядчик не заложил средства и на долгожданный тротуар вдоль 45-й школы. Мы были здесь зимой. В это время года единственный путь для школьников – проезжая часть. Мы уже про какой год говорим, что там дорожка обязательно должна пойти, где 45-я школа. Дети же не могут летать. Вопрос по земельному участку до сих пор не решен. Там также и числится в Росреесте, как и по строительству квартирного дома. За этот рейд у депутатов накопилось много информации для размышления. Что делать с выявленными недостатками, будут решать на ближайшем заседании профильной комиссии. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова